Слухай, было бы чудово послухать ту людину, яка действительно разумеется на всех этих криптовалютах. Может, у тебя есть специалист? Анечка, я тебе скажу, что эта тема интересна абсолютно всем. Почему она называется часто хайповая тема? Потому что интересуются абсолютно все. И я, и ты, и многие мои друзья. Переписываемся, и прямо сейчас в моей студии появится человек, который знает о криптовалютах, все интересуется, и при этом даже сам генерирует новости. Александр Бондарь, специалист по криптовалютам через несколько секунд, и я с ним поговорю. Олександр Бондар – ньюсмейкер, керівник креативної компанії «Бондар Бенд». У 2010 році закінчив Луганський національний аграрний університет, факультет механізації. Почав працювати у сфері маркетингу і піар. Останні п'ять років займається креативом і контент-мейкінгом, а в тематиці криптовалют. Допомагає блокчейн-проектам проводити ефективні медіакомпанії і упаковує їх під ключ. Є блогером в тематиці криптовалют, веде кілька програм на телебаченні і на каналі YouTube. Олександр, добре утро! Добре утро! Большое спасибо, що заглянули. І у мене огромний інтерес, поверьте, к вашій темі, і равно, як і у наших телезрителей. Але об цьому чуточку поздніє. Як завжди, ми перший вопрос адресуємо в качестві айсбрекінга. Це ваше саме запоминающееся утро. Ну, естественно, чому це пам'ятне? Ну, тем, що я просыпаюсь, горячий кофе от любимої дівшки. Оно банально, але це саме запоминающееся утро, яке, к счастью, кожен день. Тобто це вже запоминающееся утро ставшою традицією? Я просто привык уже, от цього вже нікуди не деться. Ну, я тут, наверное, і зайдусь черною завистью, але це прекрасно. Ну, то есть просто це красиво і все-таки все-таки вызывает какие-то романтическі завистливі чувства. Да, і я романтик просто. Це прекрасно. Тому я выделил именно такое утро. Тогда от вашого романтизма перейдемо к вашей специальности, в кій вы являетесь экспертом, і, соответственно, поговорим о том, що євляється сейчас абсолютно на острие ножа, як тема биткоін. Ну, начнемо з самого простого. Давайте объясним весьма популярно, що таке криптовалюта, зачем она нужна, і яким образом, ви считаєте, она може в данном случае служити человечеству. Вот так вот, общо, от простого к общому. Ну, якщо говорить просто, то криптовалюта – це математичний код. Але це, якщо б я був программістом і говорив з программістами. Але це нова можливість оплати, обмена цінностями, обмена деньгами. По сути, це новий формат денег. Вот що таке криптовалюта. Тільки це цифровой формат денег. Зачем она нужна? Для того, щоб, опять же, я можу у вас купити чашку, купити любой товар, обмениваясь, вам давати в цифровому виде валюту. Вот що таке цифрова валюта, криптовалюта. Все, це дуже просто. Чем она може бути полезна? До тим, що она не регулирується совершенно никаким государственным органом. І тем же она може бути і опасна. Але це перспективна валюта, я считаю. І сам їй активно пользуюсь. Ну і, понятне дело, правомерний вопрос. Чому ви так считаєте, якщо человечество, в данному случае, все економическое сообщество разделилось на тех, хто считає це абсолютным фейком, і другая половина, которая утверждає, що це будуще? Це дуже класний вопрос. Тому що я був тем человеком, який думав, що це абсолютний фейк. До тех пор, поки я не заработав на криптовалюте. Тому що я рішив однажды, як і многие, купить биткоін по одной цене і немного подождати, і його продати по другой. І в цьому смыслі я заработав і понял, що тут никакого фейка нет. Є реальні деньги, конечно, які позже конвертувалися в то, що називають фіатні деньги. В реальні. Це перше. Другий сигнал був, коли я получив гонорар за определену роботу в криптовалюте. І я теж почувствував, що є це весьма реальним денежним средством. Коли я потім пішов, купив яйця, молоко. Це реальна валюта, яку я вже зараз использую. Прекрасно, що ми заговорили вже о реальному прикладному примененні непосередньо биткоїна. Скільки стоить биткоін сейчас? Скільки він, по вашому мнению, буде стоить до конца года? Ваш прогноз. Стоит він сейчас... В принципі, це самая волатильна валюта. Вона може сейчас стоить там... Давайте я вас спрошую. Так, Александр, скільки утром сегодня, вот пока вы выходили, ехали к нам в студию, стоил биткоін? Не наблюдал, честно, но, если не зминаю память, то 8560 долларов. Ваш прогноз до конца года? Сколько он будет стоить? Ну, это очень хороший вопрос. На самом деле, любой из ответов будет неверным. Он очень субъективный, но я полностью верю в то, что он будет, ну, порядка 30-40 тысяч долларов. 30-40 тысяч долларов. Теперь вопрос относительно уже о том, что это становится бизнесом для многих, как вы описали собственного случая, когда оно становится частью вашей жизни, и вы ощущаете профессиональную пригодность, и в данном случае абсолютно новаторское применение себя. Как заработать на криптовалюте? Вот это такой общий вопрос, но мне хотелось бы более-менее от вас услышать, будут какие-то ответы конкретные. Возможно, для кого-то сейчас людей, которые не решаются на это, или, пусть может, находятся на этапе размышлений, потому что они причисляют себя к одной или другой стороне, как я сказал уже, собственно, планеты. Итак, по вашему мнению, как можно на ней заработать? Ну, есть много способов, но я знаю самые распространенные, практичные, особенно для обычного человека. Первое – это просто нужно купить любую криптовалюту в любом совершенно количестве и подождать, пока она вырастет. Но есть здесь большой риск. Это высокорисковая инвестиция, где можно сегодня купить биткоин по одной цене, завтра он упал, и мы не заработали, а потеряли. Но, тем не менее, это способ заработка. Это инвестиционный способ. Если хотите, это спекулятивный способ. Второй способ – это так называемый майнинг. Когда у человека есть вычислительные мощности, точнее, у него дома стоит компьютер с хорошими вычислительными мощностями, и это тоже не нужно обладать семи пядей во лбу. Нужно просто найти одну статью по майнингу в интернете, инструкцию, как поставить себе дома, сделать майнинговую ферму, и зарабатывать каждый день, грубо говоря, по 5 долларов. Реально, в принципе, процентов 20 населения обладает такими компьютерами, которые могут майнить. И просто нужно все-таки не полениться и зайти. Но и третий, который бы я выделил – это ICO-проекты, когда мы инвестируем в стартапы, основанные на блокчейне. Александр, здесь я вас перейду. Что такое ICO? ICO – это способ финансирования стартапов, то есть нового бизнеса. Традиционно это делали, когда… Это, по сути, способ фандрайзинга, когда я вкладываю 1 доллар, завтра мне на вложенный доллар обещают 2 доллара. Вот. И вот это способ привлечения инвестиций. Но опять же, самый важный момент, почему ICO – это не в долларах, это, допустим, в биткоинах, это может быть в эфире тоже распространенная криптовалюта. То есть это определенная монета. ICO-проекты выпускают свою собственную монету и предлагают купить у нее так называемые монеты или токены. Масса факторов, в частности, каких-то событий влияет в любом случае на экономику. По вашему мнению, какие новости влияют на криптовалюту или ее колебания? Да, новости – это, к счастью или к сожалению, самый движущий фактор, и влияет он именно на курс валют. И новости особенно связанные с биржами. Последняя новость. Самая крупная биржа, криптобиржа в мире – это Binance. Ей это точно не будет рекламы, это совершенно крупнейшая биржа. Там сумасшедшее количество транзакций в секунду, в сутки. Объявили о том, что была хакерская атака. И сразу начинаются распространяться новости по СМИ о том, что количество биткоинов или количество эфиров или в целом количество криптовалюты украдено. Все, эти новости расползаются. Какая ситуация на рынке? Люди начинают бояться, что у них сейчас деньги, которые лежат на этой бирже, просто-напросто кто-то выведет. И они резко начинают забирать эти деньги, они резко начинают выводить. И сразу все валюты, ну не все, а которые наиболее нестабильны, начинают падать. Вот. Поэтому новости, такие негативные новости, как кража биржи или заявление главы JP Morgan, который уже на другой стороне баррикады стоит и говорит, значит, криптовалюта – это пузырь. Только одно его заявление может уже чуть-чуть пошатнуть курс биткоина. Но на самом деле биткоин укрепляется, и уже даже курсы таких гигантов, каких-то суперцентробанков, глав заявления уже никак не влияют. Но вот все, что связано биржами, прежде всего, это самое страшное. Потому что рынком правят неуверенность, страх и жадность. И вот на этом именно. Александр, вы очень убедительны. Ну и, соответственно, теперь непосредственно к вашей экспертизе. В чем заключается ваша деятельность, связанная с криптовалютами, и как вы поясняете, как вы работаете с своими клиентами? Да, вот как раз вы о новостях спрашивали. Я, по сути, такое модное слово, как раз я являюсь ньюсмейкером. Я именно делаю новости в мире криптовалют. Мне интересно, первое, конечно, я их не сам делаю, я не придумываю, там, ограбили биржу или нет. Мне не интересно управлять, там, не знаю, какой-то там влиять на ситуацию на рынке, на курсы. Это опасно очень. Вот. Но брать основные новости, упаковывать их красиво, брать главные новости и демонстрировать их в определенном формате, с определенной подачей аудитории, для того, чтобы она обладала самой главной и важной информацией для принятия решения осведомленности. Это то, чем я занимаюсь, созданием новостей. Вот. В своих собственных форматах. Потому что у меня креативная компания, мы креативно представляем новостной формат в сфере криптовалют. Александр, вы очень убедительны. Я думаю, что, несомненно, ваши новости абсолютно влиятельны. Я на самом деле не подписан, но теперь буду следить за вашим, скажем, творчеством. Большое спасибо, что сегодня нашли время к нам заглянуть и поговорить на супер актуальную тему криптовалюты. Благодарю вас за приглашение. Субтитры создавал DimaTorzok